Привет, Верхникам! Я в ближайшие пару минут расскажу подробно о самых актуальных новостях. Начнем с благоустройства. В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе запланировано благоустроить 130 дворов и 57 общественных пространств. Начнем с Целикамска. Там облагородят площадь в северной части города, на берегу реки Боровая. Подрядчику необходимо обустроить несколько зон. Спортивная для игры в волейбол и бадминтон, детская с игровым оборудованием и территория отдыха у воды. С лежаками, навесами и кабинками для переодевания. Также будут установлены спасательные посты. Кизил также не останется незамеченным. Речь идет о местном парке аттракционов. На благоустройство региона в этом году выделено свыше миллиарда рублей. Перейдем к теме здравоохранения. В 2022 году гурбольница соляной столицы пополнилась различным медоборудованием. Две рентгеновских установки и аппарат для проведения флюорографии способны моментально получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера. Также в гурбольнице теперь функционируют два аппарата ультразвуковой диагностики отечественного производства «Рускан-60», которые позволяют проводить полный спектр исследований, начиная с изучения сосудов и молочных желез и заканчивая использованием в сфере гинекологии и онкологии. Кроме того, два гастроскопа, два переносных аппарата ЭКГ, позволяющих оперативно передавать полученные данные удаленно, два аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, операционные столы, гинекологическое кресло и хирургические светильники. Главная цель – улучшить качество медицины на территории Верхнекамья. Теперь посетить знаменитый бал «Алые паруса» можно, не выезжая в Санкт-Петербург. Школьники и студенты записывайте 15 февраля в 17.00 в Селикамске на фабрике по производству смыслов. Пройдет невероятное мероприятие для всего Верхнекамья – бал! Первая тренировка, точнее танцевальный мастер-класс по вальсу и общему флэш-мобу, пройдет уже завтра в ДК Прикамья. Как отмечают организаторы, фабрика по производству смыслов превратится в палубу корабля, где соль ждет своего ГРН. Участниками могут стать учащиеся 9-11 классов и студенты среднего и высшего образования округа. Прихватите с собой хорошее настроение и пару для танцев. Рубрику «Верхнеками» сегодня подготовила Екатерина Сибзеева и Дмитрий Воронушкин.